привет друзья что я все про дальнобой да про дальнобой сегодня едем мы с семьей в центр города филадельфия погуляем в даунтауне и покажем вам где мы гуляем что видим что делаем лягушки в центре филадельфии район называется old city когда мы приезжаем сюда в филадельфия old city в этот район всегда мы заходим в это местечко где можно купить горячий шоколад это старинная семейная family owned кондитерская у меня уже было видео я немного рассказывал о ней ссылочку кину вот сейчас зайдем сюда вместе с вами и выпьем горячего шоколада там есть несколько видов горячего шоколада два из них выбрали на кругу это всякие разные шоколадки да как там заходили можно было попробовать понемножку разных видов это что было как как они мешают когда готовят шоколад специальные приспособления для того чтобы равномерно размешивать шоколад горячий а это liberty bell колокол свободы который в центре филадельфии около independence hall здесь символ филадельфии выполнен в шоколаде как вам эти статусонки Таким образом, вы не видите никакого граница из чоколата, просто полностью перейдите в ликвиде. Но вы можете видеть все границы на ботом. Таким образом, я делаю их в ликвиде в ликвиде. Копер works best, потому что это очень хорошо проводит воду. Готово. 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 Продолжение следует... Должение следует... Должение следует... Кристина, на другой стороне... Она знает о чоколете Я просто... Я просто чоколете мелтер One... ...one... Unified... Liquid Alright, so that's the... У нас будет два вида, плащ, чоколета И... Royal Spanish, да? The Royal Spanish is coming off итак пробуем вот это royal spanish ух какой горячий да чуть-чуть такой с корицей характерный корица это да вкус этот корица и чили перец вот такой горячий шоколад острый мало того что горячий еще и острый теперь пробуем house blend это должен быть такой обычный там у них есть джефферсон самый популярный но он сильно сладкий поэтому мы взяли те которые чуть менее сладкие house blend вкусный нету остроты нету привкуса корицы и перца просто чистый вкус горячего шоколада основное отличие когда вот первый раз пробуете то есть ожидаешь вкус например обычного какао главное отличие то что он очень густой то есть прям бьется туго бьется они реально прям топят ломают шоколадные плитки топят и греют здесь столько классных мест вот мы идем по улице и прямо куча разных кафешек магазинчиков ресторанов тайский ресторан дальше будет идти индийский дальше честейки вон там честейки and burgers классические фили честейк помнишь жасмин рай да переименовали тайский корейский ресторан в общем олд-сити это место вообще супер такое оно старинное спокойное и очень красиво посмотрите какой старинный почтовый офис какого он года постройки я не знаю очень красиво да кстати действующий вон там внутри люди зайдем ради интереса этот старинный почтовый офис здесь на это один из старейших офисов в стране в штатах и он был основан в 1730 году этот почтовый офис здесь 1730 года друзья мы одежда почту льонов было этого старейшего почтового офиса здесь рядом во дворике находится музей бенджамина франклина там он сзади меня но мы сейчас туда не пойдем потому что мы с дочкой хотим погулять по улице подышать воздухом полет смотри я на 8 долларов пока ты там снимал купила это набор мармеладов два это как и риски такие внутри сам маршмеллоу как зефирки внутри и риски да это все они делают сами на этой фабрике шейн наверное не сами не делать может это для них делает вот это штора доллара было это лимонные конфеты они так вкусно пахнут что я решила вкусно пахнут поверьте мне на видео не чувствуется но запах пробивается с лимонами делаем кстати нью-йорк штат короче делают они не все далеко не все они делают сами но все равно очень интересно и стоим сейчас около индепенденц холла то одно справа позади от нас остался музей еврейской истории и только что мы нашли здесь в этом месте новое только что мы нашли здесь новое место фут холл открылся здесь ноябре прошлого года и там очень много маленьких разных кафешек можно попробовать разные кухни разных народов и все это в одном месте очень красиво очень хорошо неподалеку был такое заведение фут холл филадельфия фут холл здесь много-много разных местечек с едой очень интересно ой рождественские украшения еще на вагоне все это место 2 таких вот кафешках в барах это филадельфия индепендент скол вот там экскурсии ходят охрана стоит а вот там находится liberty bell колокол свободы вот там если прямо пройти а вот там вот там вот здесь тем как у вас есть вот 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 Нет ничего лучше, чем послушать звуки города. Продолжение следует... Вот так мы дошли уже до китайского квартала, до Чайна Тауна из Олд Сити в Чайна Таун. Моей жене очень нравятся тут магазинчики с разнообразной необычной едой. Сейчас зайдем, посмотрим, что-то купим. Чайна Тауна выглядит как бомжатина. Все страдое, страшное, грязное. Посмотрите сюда. Все эти забегалованы, но зато все азиаты манючают. Модные молодежь, вся модная. До ужаса, просто нам даже стыдно. Вся молодежь очень-очень молодая. Уток жарят целиком, вместе с головой, с клювом. А вон там вообще какие-то воробьи, куропаточки, наверное. Ужас. Пожарная часть. О, вот это магазин. Я пойду через дорогу. О, новый магазинчик. Мы пойдем посмотрим, что там. Здесь всегда свежая рыба. Вон живая рыба, тилапия. Самое страшное, я даже не могу сюда подходить. Это вот эти вот лягушки. Выглядит страшно. Лобстеры. Крабы живые. Лобстеры живые, бедные, боже мой. Ракушки. Улитки. Хотите живой рыбы, пожалуйста. Нет. Выглядит страшно. Особенно лягушки. Куча свежей рыбы, но мы не довезем ее до дома. Все идет в дело. Это утиные головы. О май гаш. Свежее мясо. Тоже все идет в дело у китайцев. Легкие, бронхи, мозг, желудки. Второй этаж. Тут уже все более-менее понятно. Эти водоросли мы постоянно берем, как снеки-водоросли. Цена 3,99 за 10 пачек. Здесь куча разных снеков, мочи. Если будете в китайском магазине, вы такой купите. Чили oil с бобами. Есть просто чили oil с хлопьями чили. Очень вкусные. Ну, недорогие здесь. Доллар 89. Доллар 39. Целая такая пачка рисовой лапши. В Америке вообще в центре любого города основные три вещи. Это запах сигарет, запах травы, марихуаны и бомжи. Вот там вдалеке вы видите, где там такой под мостом проход. Там палатки стоят. Вот там бомжи живут. И это центр города. И так в центре любого города в США. Вот это Chinatown. Все напичкано, все друг на друге. Очень много людей. Очень много разных маленьких забегаловок, ресторанчиков, массажей, всевозможных маленьких бизнесов, таких пестрых. Наверное, в Китае чем-то похожая жизнь на эту. Но зато очень здесь много крутых машин и очень стильно одеваются. Китайская молодежь одевается очень стильно. Нам с женой нравится приезжать в Chinatown, потому что здесь есть очень вкусные ресторанчики, такие специфические китайской кухни. И потому что здесь есть магазины продуктовые с необычными продуктами, которые можно попробовать только здесь. Мы живем в Америке, и поэтому хотим пользоваться тем, что здесь куча живет разных народов со своими традициями, со своей специфической кухней. И мы все это можем попробовать, живя здесь, в США. Пожарные в Chinatown. Красиво, да? Красиво, да, красавица, 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 да, красавица. Вышли из Чайна Тауна, идем обратно в Уолт-Сити к нашей парковке, поедем домой уже, решил вам показать, вот тут такой паркинг красивый, стильный, вечером будет светиться, еще не зажегся. На таких автобусах по центру города катают туристов по местным достопримечательностям, здесь около пожарной части, такое искусство о жизни пожарников, спасателей, в общем о героических профессиях. Подходим к паркингу, вот здесь знаменитый Philadelphia Cheese Steak, можно попробовать, вот Philly Cheese Steak Place, такое место классическое в Уолт-Сити. И вот мы вернулись туда, где мы с вами пробовали шоколад в начале нашего сегодняшнего похода в Шейн-Конфекшнери, drinking chocolate, и все, дальше вон впереди уже река Делавер, через реку уже Нью-Джерси, а здесь еще Пенсильвания, Филадельсия, прямо на берегу. И впереди на берегу места называется Пенслендинг, там очень много интересных мест, парки, корабли, прогулочные места, тоже красиво, как-то с вами сходим. Субтитры сделал DimaTorzok